В этом видео я расскажу вам, что такое профессиональный ландшафтный проект. Итак, здравствуйте, меня зовут Татьяна, я ландшафтный архитектор студии Люксад. Я вам хочу рассказать о том, что такое ландшафтный проект, какими этапами мы с вами пойдем и сколько же по времени это будет занимать. Итак, начинаем мы с вами с обсуждения из двух вариантов функционального зонирования участка. Вариант первый выполняется, как правило, в красивом пейзажном виде с ломанными дорожками, с более естественными и пейзажными линиями. Вы видите фотоподборку основных элементов, таких как тропинчатая сеть, таких как цветники для участка. И, собственно, вариант второй, на котором мы располагаем тропинчатую сеть уже в более прямых линиях. Здесь подпорная стенка у нас идет по прямой. И, собственно, основные элементы, какие нужно разместить на участке, мы располагаем в диаметрально противоположных местах вашего участка. Собственно, после обсуждения, после того, как мы с вами принимаем решение по основным компонентам нашего проекта, мы приступаем к разработке генерального плана. Генеральный план — это рабочий чертеж, который выполняется на размерной сетке, и на котором уже основные все элементы проекта расположены на своих местах. Тропинчатая сеть, зоны отдыха, растения — все в размерах, которые будут использованы в конкретном проекте. Также экспликация, в которой полностью перечень основных элементов, основной растительности и того, что мы будем использовать в данном проекте. Генеральный план. Далее — план покрытий. Это идет чертеж к генеральному плану, на котором расположены все покрытия вашего участка, включая газон, включая дорожку, если есть какие-то зоны засыпок. Ну и, собственно, в условных обозначениях также вы видите, что есть перечень всего того, что использовано в плане покрытий. Зачем? Для того, чтобы нам было легче осметить, для того, чтобы вы могли эту смету проверить, для того, чтобы понимать, в каких местах мы оптимизируем смету. Ну, как в конкретном примере, мы используем сочетание бетона и основания облегченного для вашей дорожки. Для дорожки мы делаем подбор плитки. Как правило, два-три варианта, чтобы вы могли сориентироваться по цветовому сочетанию, по производителю, по цене, а также наш архитектор вас полностью консультирует. В приложении к генеральному плану мы делаем подборку мафов, основных элементов архитектурных на вашем участке, также чтобы вы могли сориентироваться по цене и по визуальному облику. Зона отдыха. Очень важное место, которое также мы должны вам презентовать в нескольких формах и цветах. Можно использовать более прямые формы, можно использовать более круглые, с подушками, более уютные. Ну, собственно, на ваше усмотрение. Далее у нас план посадок. В данном варианте идет концептуальный подбор, для того, чтобы вы могли сориентироваться, как же то или иное растение будет выглядеть летом или осенью. Собственно, все цветовые сочетания, расположения элементов. Также архитектор будет прорабатывать с вами несколько вариантов. Будете менять растения, будете их располагать в разных местах. Но, собственно, после того, как все растения встанут на свои места, мы утверждаем план посадок, который также является рабочим документом. Выполняется на размерной сетке с разбивочным чертежом. Очень важно, и на что вы можете обратить внимание, что идет экспликация по цветникам в размерах, в штуках, в сортах. Все очень четко. И если будете следовать этому плану, то вы получите великолепный сад. В приложении к плану посадок, естественно, идет ассортиментная ведомость. Перечень всей растительности, которая будет использована на вашем участке. Обратите внимание, что ассортиментная ведомость делится по наименованиям. Сначала у нас хвойные, потом лиственные, потом у нас идет многолетние, потом лианы. Ну, собственно, все, чтобы было просто и понятно найти то или иное растение. Мы делим на следующие компоненты. Обязательно идет сорт растения, обязательно указывается корневая система, обязательно диаметр кроны и, собственно, конечно же, высота данного растения. Визуализация вашего участка. Визуализация делается в трех-четырех видовых точках и обязательно идет вид сверху, с высоты птичьего полета. Для того, чтобы вы понимали, как будут сочетаться пропорции вашего сада. Опять же, все цвета и формы, которые будут использованы уже фактически на вашем участке. И, собственно, наша визуализация является на 92% точным воплощением вашего будущего сада. Блок инженерных коммуникаций. И мы начинаем с плана ливневой канализации и дренажа. Очень важно отводить воду с вашего участка. И, собственно, наши инженеры проводят глубокие изыскания для того, чтобы грамотно направить воду и увезти ее вокруг дома. И, собственно, поверхностные воды со всего вашего участка. И полностью мы прорабатываем всю спецификацию по оборудованию в метрах погонных. И вы точно понимаете, каким образом и сколько воды мы уведем с вашего участка. Вторым чертежом по инженерному блоку является план системы освещения. Для того, чтобы, первое, мы добились функциональности, и вам было удобно от точки А к точке Б ходить. Второе, естественно, это декоративные свойства, которые мы будем придавать вашим растениям ночью. План системы освещения также делается по нескольким контурам. Мы добавляем дежурное освещение, которое является очень важным таким компонентом и позволит саду в ночное время, после того, как наступили сумерки, преображаться и создавать некий эффект присутствия. Эти светильники загораются автоматически. К проекту освещения мы добавляем фотоподборку. Естественно, вы должны сориентироваться, какие именно светильники вам бы хотелось, как они будут выглядеть, сколько они будут стоить и где их можно приобрести. Это все наш архитектор вам выдает в итоговом проекте. И завершением блока инженерных чертежей является система автоматического полива. Естественно, чтобы сад ваш благоухал долгие годы, его нужно поливать. Любое растение требует воды. И, собственно, здесь наш инженер прорабатывает очень грамотно и тонко все форсунки, все сочетания, все уголки. Это может быть форсунка как диаметральная, так это может быть и капельный полив добавлен, в каких-то областях. Вот, например, зона грядки, где нужно поливать, но есть высокие растения, и, соответственно, мы добавляем капельный полив. Также в экспликации вы видите, что полностью идет весь перечень оборудования, указаны диаметры, указана кубатура воды, которая будет необходима, а также циклы полива, ну и собственное размещение бака. Во-первых, все наши чертежи вам позволят реализовать сад в кратчайшие сроки по оптимальной цене и, собственно, даст понимание комплексно, как же этот сад будет выглядеть. Поэтому очень вам рекомендуем обратиться к нам и сделать полный грамотный проект вашего участка. Обращайтесь к нам, и вы получите самый полный проект вашего участка, который позволит в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом реализовать ваш будущий сад.